коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такой не самый простой вопрос требующие на казани там нескольких таких вот нюансов тонкостей поэтому будет видео с подробным описанием значит вопрос заключается в следующем как торговать серию сделок да если более детально ярослав интересовался удержание позиции более пяти штук меняется ли торговая система видел вас по 12 в случае отрицательного исхода как покинуть корабль чтобы без боли такой не односложный вопрос да различные бывают ситуации довольно часто не такая уж и редкость когда весь рынок крипты подавляющее большинство монеток начинает смотреться одинаково то есть мы например видим какой-то подход либо к историческому уровню либо какие-то локальные точки остановки то есть одни монетки подходят к историческим местам другие например выходит там где никогда не были и продолжают смотреться туда вот на продолжение нас поджимают мало влатильность в общем все как мы любим не пробой и вот таких инструментов может быть 10 штук 15 и 20 в одном из предыдущих видео разбирали как из множества монеток выбирать фаворитов то есть тех которых мы будем торговать в самую-самую первую очередь но если рынок все-таки будет благосклонен и инструменты пойдут то вручную а я не использую никаких дополнительных программных средств то есть сделки вручную домашка вручную и вот вручную когда мы торгуем там три четыре пять пять сделок уже проблематично отслеживать да то есть мы должны смотреть и затем как двигается цена если мы не работаем данная статистику я частенько держу позиция с открытыми тейками то есть не закрываю полностью по достижению 3 к 1 даже соотношение то есть можно потянуть дальше и вот как удерживать до множество то есть там 5 эта проблема если их там будет 78 это уже местами катастрофа да то есть нужно смотреть и за ценой и за битком и доминацию посматривать до что происходит как себя вести значит первое можно записать это первую очередь торговля фаворитов то есть тех монеток которые смотрятся лучше всего которые находятся ближе всего к уровню которых там меньше всего волатильность из них начинать если рынок оказывается благосклонен и движение происходит и все-таки там идет 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 то до тех пор пока то есть вот у нас есть дневной риск скажем один процент от депозита мы выделяем на возможный дневной убыток если у нас множество инструментов можно дневной риск разделить скажем три и в каждую отдельно взятую позицию загрузить лишь часть объема до в случае если будут стопы по всем этим трем сделкам то эти стопы не должны составлять там более одного процента вот депозит если движение происходит какие-то монетки чуть-чуть замедлены да то есть своем движении кто-то уже полетел кто-то еще стоит и вот из тех кто полетел если мы участвуем и движение происходит то после того как у нас уже есть три открытые позиции мы можем открыть четвертую только в том случае если хотя бы по одной у нас уже есть либо частичная фиксация либо перенос стопах без убыток то есть мы уже какой-то позиции не рискуем то есть мы как минимум остаемся при своих также после частичных каких-то фиксации можно высвободившиеся средства использовать для других сделок опять-таки здесь специфика я не держу на бирже всю кубышку на держу только недельный риск который позволяет там одновременно открывать нам 45 максимум 6 позиций скажем тогда полный объем чтобы не превышать допустимые риски по мере движения если мы например долго стояли и некоторые позиции у нас уже в хорошем плюсе то мы можем имеем право да там например на следующий день посмотреть что-то в продолжении затем те позиции которые нас были открыты до где-то опять чуть прикрыть таким вот образом то есть немного балансируем его освобождаем средства и на свободные можем открывать еще сделки переносим стоп там по очередной сделки в без убыток можем открывать следующую то есть мы каждую отдельно взятую в сделку там стопики я тралю за второй откат на младших таймфреймах но на 5 минутки в частности либо там если на 5 минутки сильно шумно то m15 смотрю за второй откатик ставлю и вот по мере движения то есть пока цена двигается и рынок двигается донаправленно это может быть день это может два дня три дня и вот за это время копится некий такой вот багаж сделать какие-то сделки могут там ну какие-то инструмент могут пройти там условно 10 процентов уже там на третий день какие-то позиции только-только открываются на третий день по мере движения то есть чем больше времени проходят чем дальше уходят цены от каких-то своих накопительных вот этих моментов тем как бы заходить добавлять становится опаснее поэтому объема тоже не превышайте наоборот лучше под сокращать это в свою очередь до случае отрицательного исхода вот вторая часть вопроса как покинуть корабль чтобы без боли то есть нужно понимать что у нас не открыто в один единственный момент двенадцатом сделать вот как было не так давно в серии то есть мы не получим 12 стопов одновременно с учетом где-то частичной фиксации где-то переноса стопах без убыток и открытого тайка можно сидеть если там все развернется и все пойдет но я на бинанс основную часть времени торгую поэтому пример с бинанса есть кнопочка закрыть все и на рынке криптовалюты в частности была статистика по занятости последняя да вот выходила когда рынок развернулся да все падала падла падла потом внезапно все полетело и вот когда все полетело когда посыпались уведомлению что идет цена против да то есть опять таки мы отслеживаем что происходит в том числе через систему уведомлений и когда посыпались уведомление что рынок двинул в обратную сторону просто без раздумий закрыть все не отдавать в рынок да какие свежие позиции которые не я не успел перевести там не в безбыток не произвести частичную фиксацию там получается полноценный стоп местами даже если вот какие-то новости выходят существенные может и проскользить но это все равно будет в рамках да допустимо то есть мы эти риски принимаем заранее перед открытием сделок так что сложного ничего нет нужно просто потренироваться в одномоментно не открывать слишком много сделать 2 3 4 это прям ну очень хорошо если движение продолжается можно до открывать только в случае когда мы уже обеспечиваем себе как минимум безубыточность по уже открытым позициям вот пользуйте применяйте тренируйтесь сложно в этом ничего абсолютно нет самое главное стопы и не лезть как это сразу до великое множество инструментов рынок никуда не денется рынок был есть и будет пропадет крипто будем торговать что-то другое разница абсолютно никакой нет везде плюс-минус все работает одинаково со своими нюансами но вполне себе одинаково всем удачи пока пока